В столицу Чувашия на семинар приехали врачи Национального медицинского исследовательского центра о детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Два дня в Республиканской детской клинической больнице специалисты говорили о новых технологиях в лечении и диагностике заболеваний. Онкология у детей. Что может быть страшнее этого диагноза? Рак невозможно предупредить, можно лишь попытаться максимально рано диагностировать. Причем, чем моложе организм, тем быстрее развивается опухоль. И реакция на болезнь должна быть молниеносной. От этого зависит успех лечения. Наша цель, конечно, добиваться излечения как можно большего числа пациентов. Мы, конечно, надеемся, что когда-нибудь мы излечим 100% всех заболевших. Поэтому это такой важный вопрос. У этой болезни большой социальный резонанс. В проблеме детской гематологии и онкологии есть место для каждого. То есть это не только вопрос врачей, но и вопрос общества. Это не только, скажем так, отправить какой-то смс, например, или что-нибудь в этом роде. Есть и совершенно другие значимые вещи. Например, пойти сдать кровь на республиканскую станцию переливания крови. Или подумать о том, чтобы стать потенциально донором костного мозга. Они еще не имеют вредных привычек, не работают на вредных производствах. И тем не менее, у нескольких социальных детей ежегодно диагностируют опухоль центральной нервной системы. Эти заболевания занимают второе место по частоте после злокачественных заболеваний крови и лимфатической системы. В детской онкологии и гематологии нашей республики ситуация примерно такая же, как и по всей стране. Мы не можем сказать, что у нас очень высокая заболеваемость, но тем не менее, у нас ежегодно около до 30 детей выявляются с вновь выявленной онкологической патологией. Многих мы своевременно можем обследовать и направить для лечения в федеральные центры. Специалисты центра проконсультировали маленьких пациентов из Чувашии, разобрали сложные клинические случаи. Прошло несколько лекционных занятий для наших докторов о новых методах в лечении и диагностике онкогематологических заболеваний у детей.